Всем привет! Я немного видоизменился и это новый влог. Начинаю я его с транспортной компании. Не так давно, в конце мая, я заказал наконец-то себе решетку радиатора и дополнительный уплотнитель для обвеса. Ну, отправили все, как всегда, оперативно, все быстро, выбрал СДЭК. И когда пришел груз, приходит оповещение о том, что груз прибыл. И очень удивительно, что пришла очень минимальная сумма за оплату. Из Саратова решетка, которая, в принципе, легкая, но не габаритная, и 10 метров уплотнителя всего лишь за 300 рублей. Плюс ко всему, к этому, меня еще добавили страховку груза. И вот сейчас я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то подумал, что я обвиняю, что мне отправили, либо что-то не то, либо недоотправили. Но очень как-то стремно в душе, что слишком дешево для такой отправки. Обычно, даже вон, когда я датчики забирал, было 500 рублей, а тут негабаритная решетка и уплотнитель 300 рублей. Ну что ж, пойдем посмотрим вообще, что мне приехало, и приехало ли вообще. Все, до свидания. Даже не на удивление я бы сказал бы, действительно, все отлично, все кайф. Попросил дополнительно, когда мы общались с менеджером, из Тюнинг Прост, как всегда, посылка из Тюнинг Прост, чтобы упаковали поплотнее, добавили больше пленки и так далее. Действительно, все вот так и сделали, чтобы посылка пришла максимально дешево. И, кстати, действительно, пришла дешево. Все есть, все на месте. Страховка груза была. Груз доехал целым, не лопнуло ничего. Ну, респект, спасибо, что действительно прислушались, упаковали и отправили сам дешевым способом. Ну, а сейчас приду в гараж и покажу бы уже полностью, что купил и как оно выглядит. Так, это накладная наклеечка. Вот так выглядит самая решетка. В принципе, без видимых дефектов доехала хорошо. Нигде не треснула, все окей. Ну, хлипковатое, конечно, деть, но... Она будет все равно зажато стоять. Я думаю, ничего с ней не произойдет. Все, что могло с ней произойти, уже не случилось. И, как я вам уже говорил, еще заказал 10 метров вот такого уплотнителя обвесов, можно сказать. Он вставляется, получается, ну, образно вот так и прижимается. Ну, надо будет попробовать использовать его, либо герметик, и уже понять, что будет лучше. Ну, в принципе, стоит он копейки, поэтому ничего страшного. Купил 10 метров, думаю, хватит на арки. Да и, в принципе, все, хвост, наверное, и губу не нужно на него цеплять, только арки. Ну, и заодно расскажу вам, как вообще стоит, не стоит, и что лучше, герметик или уплотнитель вот такой для обвесов. Как я уже вам говорил, что я буду отказываться от седьмой морды, но именно, в частности, от капота и от решетки, потому что будет стоять пластиковый капот, который я еще не заказал, нужно будет заказать. И так как седьмой пластиковый капот смотрится не очень, будет стоять пятерочный, и поэтому нужна будет пятерочная решетка. И я не нашел ничего лучше, как поставить реплику ривовской решетки. Выбор на рынке, там, тюнинг запчастей очень большой, есть вариации разные, и стоимости есть разные. Мой вариант я купил у тюнинг просто за 1600 или за 1500, честно, не помню уже. На рынке есть как варианты и за 2500, и за 3500, и за 5, и за 7, и даже за 8, по-моему, тысяч. И все это реплика, даже не оригиналы, то есть все варьируется, и цены, как вы понимаете, разные. Почему я выбрал именно у тюнинг просто? Не только потому, что у них дешевле всех, но также эта решетка стоит у моего друга Кирюхи из Костромы. Фотки где-нибудь, я же вот так вот наставлю. Вид, что решетка нормальная, стало все хорошо, проблем с ней нет. Единственное, что, как и обвес, у меня будет некоторый вопрос, ну, больше всего, наверное, не вопрос, а интерес, так как у нас в Краснодарском крае очень жарко, и как будет вести себя обвес и решетка на жаре? Не поведет ли их? Не поплавятся они? Ну, в общем, короче, опыт использования пластика в Краснодарском крае, я тоже вам все расскажу и покажу. Но сейчас мне очень не терпится, пойду снимать старую решетку и ставить уже новую. Так, проблема номер один. Короче, сейчас правильно поставлю, вот так. На семерках стоит вот тут, так скажем, проставка-пластина, которая позволяет крепить семерочную решетку, так скажем, с выносом, как я понял, на крепление пятерочной решетки оно не нужно, его нужно будет открутить. Это открутилось нормально, в принципе, ну, не с большими трудностями. Конечно, тут вообще все жесть, видать, с 2000 года ни разу сюда не лазили. А вот это скрепление сходит с ума, болты, короче, вообще не откручиваются. Даже видно, что оно прям погнуто. Это, ну, тут когда-то, вероятно, всего, был удар, вот, потому что тут еще вот эта штучка осталась. Надо будет спросить у Паши, вероятно, Паша знает, что это был за удар. Естественно, она погнулась. Может, из-за этого болты встали на излом и не хотят откручиваться. Но сейчас буду мучиться, если что, отпилю болгаркой болты. В принципе, мне уже больше не нужно будет. Ну, и надеюсь, больше никогда я не вернусь к семерочной решетке. Путем мучений все-таки я снял вторую эту пластину. В общем, итог вот такой. Вряд ли, наверное, что-то видно. Я сам ничего не увидел, ничего не понял. Но семерочная решетка мне не нравилась. А сейчас, не знаю, не понимаю. Возможно, потому что все грязное и не покрашенное. Но что-то пока что тоже не особо прикольно. Ну, посмотрим, надо все дособирать и там уже потом смотреть. Плюс капот очень много мешает, чтобы полностью оценить картину. Потому что, во-первых, вот эта вот штука выпирает, как рога теперь. Ну, и сам капот немного другой. Ну, уже как закажу капот, посмотрим все вместе. Ну, еще нужно будет определиться, какой значок сюда вешать. То есть, черной эмблемой или с красной. Вы, кстати, можете написать в комментарии, как будет лучше по-вашему, красный или черный значок. Ребят, простите, что видеоролик сейчас обрывается. И я не довел его до логического конца. Я там чуть-чуть еще подразобрал. Немножечко расстроился из-за того, что как сделал на крыло. Ну, в принципе, просто до этого было не видно, пока не снял там фары и все-все-все. Ну, и как бы расстроился и уже снимать не стал. Но зато в этот же вечер меня обрадовали неким разговором, который меня очень сильно замотивировал снова делать семерку. Потому что руки-то немножечко подотпустились. Такой, блин, ну. А сейчас снова эмоции, прям такое воодушевление появилось. Ну, я в следующей серии вам все покажу. Пссс, сейчас еду снимать видос. Про подвеску на синий. Сразу же залью на канал после этого видео. Псс. Псс.